Действительно, родители хорошо знают своих детей, видят, кто подойдет лучше в качестве пары ребенку, но дети не слушают своих родителей. Вы говорите о том, что в этой методике нужно построить так, чтобы ребенок услышал вот этот совет, чтобы он помимо интуитивного как-то, ну, что ли, сориентировался. А каким образом это можно сделать? Я думаю, что здесь у нас существует огромная возможность исправить положение, направить их вместе на определенное обучение, развитие, там, где они бы и помогали друг другу, соответственно. Здесь надо организовать совместное обучение, курсы дополнительные для этих молодых пар. И это же все в наших руках, потому что мы имеем дело с 12, 13, 14-летними подростками, которые постепенно входят в сексуальную жизнь. И так входят, и так входят, но так они будут входить по каким-то критериям, по управляемые, ведомые. Так что я думаю, что здесь существует возможность для огромной психологической, социальной работы с ними так, чтобы в течение нескольких лет мы их так бы сформировали, что получили бы хорошую семью. Когда бы они убедились бы в правильном дополнении друг к другу, в реализации друг друга, в духовной реализации, тем более. Так что я уверен, что эту проблему надо решать по мере ее возникновения со стороны природы и в соответствии с природой. Любое изменение, иное, оно вызовет огромный отрицательный какой-то эффект. Я думаю, что мы еще не закончили с этим сегодняшним нашим состоянием, которое происходит у людей и у подростков. Мы еще будем пожинать эти плоды. Это разводы, это несостоятельные семьи, огромное количество одиноких пожилых людей, которые не могут контактировать с друг с другом. В общем, это огромные-огромные проблемы в будущем. Это только сейчас находится где-то в середине вызревания, этот отрицательный плод.